Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные новости на сегодня. Продолжается подача заявок на выборы депутатов Национального собрания Западной Армении на 2023 год. Знакомимся с Западной Арменией в Агаршаван. Настоящая катастрофа на наших глазах. Конгрессмен США Фрэнк Паллоне о блокаде Берзорской дороги. Пришло время выразить безоговорочную поддержку нашим армянским союзникам. В Париже прошла демонстрация в поддержку Арцаха. Гарегин Нешдеп перерезал сухожилие Турана. Статья российского политолога-пульблициста Егора Холмугорова. В Константинополе пройдет мероприятие в память о Грате Диньке. Ремесла Западной Армении. Ковроделие. Как мы заявляли ранее, продолжается подача заявок на выборы депутатов Национального собрания Западной Армении 3-го созыва 2023 года. Представляем очередных кандидатов. Вартан Симунян, 18-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании на парламентских выборах 2023 года. Арамаст Арбагян, 19-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Шан Еркатян, 20-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании на парламентских выборах 2023 года. Гукас Бабян, 21-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Арек Пил Ван Кян, 22-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании в 2023 году. Арек Карсанян, 23-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Саркис Нароян, 24-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании 2023 года. Маргарита Давтян, 25-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Сурян Шаумян, 26-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании парламентских выборах 2023 года. Парусь Шаумян, 27-й кандидат, обратившийся в избирательную кампанию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании парламентских выборах 2023 года. Саркис Гулиан, 28-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании 2023 года. Город Вагаршаван в Западной Армении располагался на территории Аракса возле левого притока Мурцы, на месте нынешнего живописного места села Кеприкей. Турки подобным древним крепостям называют Вагаршаван Топрахкала. В административном плане входил в уезд бассейн Айрорадской области Великой Армении. Вагаршаван не был многолюдным городом. Город, основанный во времена царства Аршакидов, долгое время упоминался как обычный поселок. Рассвет Вагаршавана был во времена царства Багратидов. Находясь на большой северной караванной дороге Армении, соединяющей восток с западом, Вагаршаван в X-XI веках стал оживленным центром экономической жизни. В XI веке турки-сельджуки во время первых аварских нашествий в числе многих других населенных пунктов и провинции Армении захватили и разрушили Вагаршаван. После этого Вагаршаван не развивался, во времена турецкого владычества регрессировал, превратился в неприглядное село под названием Кеприкей. Венец памятников древнего Вагаршавана является мост Хови, который находится на реке Аракс, был построен в IV веке и действует до сих пор. Мост имеет семь арок и считается одним из вознейших исторических мостов Аракса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает лгать международному сообществу о продолжающейся уже месяц блокаде Берзорского коридора. Об этом на своей странице в Твиттер написал конгрессмен США Фрэнк Полонни. Есть четкие доказательства того, что все это, блокировка поставок жизненно важных продуктов, питания и лекарства гражданскому населению вызывает в Арцахе гуманитарный кризис. Тревожит то, что Алиев приветствует свободу слова лишь тогда, когда она используется для угрозы жизни армян. Арн отметил Полонни, подчеркну, что вместе со своими коллегами из комитета по армянским вопросам Конгресса США провел работу, чтобы побудить Госдепартамент США и мировых лидеров предпринять серьезные шаги, чтобы остановить эту катастрофу. В ближайшие дни под угрозой могут оказаться 120 тысяч невинных жизней. Мы не можем оставаться в стороне от того, как на наших глазах разворачивается настоящая катастрофа. Я сделаю все, чтобы США использовали любой возможный дипломатический инструмент, чтобы положить конец этой жестокой благоди, заявил Полон. Французский сенатор Валерий Буайе разместил на своей странице Facebook фотографии с митингов в поддержку Арцахса в Париже, написав «Вчера вечером мы собрались перед национальным собранием, чтобы потребовать конкретных действий против Азербайджана, чтобы положить конец нападениям на Армению и Арцах. Ситуация чрезвычайная, пришло время оказать поддержку нашим союзникам. Напомним, что недавно в Париже состоялся еще один митинг в поддержку Арцаха, на котором выступил президент Западной Армении Арменак Абрамян. Западно Армения сконцентрировала все усилия на открытии Беззорской дороги и безопасной жизни коренных армян». Российский политолог-публицист Егор Холмогоров в статье под названием «Гарегин Нежде перерезал сухожилие Турана» пишет, «Историческая заслуга лидера армянского национально-освободительного движения Гарегина Нежде в том, что турецкая граница сейчас не начинается у Дербента. Звездным часом Нежде стало восстание Сюника, когда он почти год защищал Сунивскую область от большевиков. Что такое Сюник? Это армянский армянонаселенный горный район между Нахачеваном и основной территорией Азербайджана. Эта территория связывает Армению с Ираном и, что более важно, отделяет Нахачеван от Азербайджана. В результате, как бы ни старалась Турция, у нее просто нет выхода в Азербайджан. Он обрывается Сюником. Сюник всегда был армянским, а идея непрерывного Турана от Стамбула до Дербента технически остается неосуществимой. То есть Сюник предотвращает распространение туранизма вдоль южной границы России, который уже начал проникать в Казахстан. Перерезавший сухожилие Турана в самом начале был Гарегин Нежде, поэтому его ненавидит и гоняет память о нем. Случаи, когда все это переворачивается коллаборационизмом, являются лишь предлогом». Мероприятие, посвященное памяти Гранта Динька, пройдет 19 января в День независимости Западной Армении. После убийства в Константинополе редактора-основателя армянской газеты «Акоз» Гранта Динька. Об этом сообщает Акоз. В рамках мероприятия в районе Кады-Кей Константинополя будет показан фильм писателя и режиссера Умита Кванча. «Памяти мало» – фильм для Гранта Динька. После показа состоится обсуждение с участием режиссера. Напомним, что Грант Диньк был убит 19 января 2007 года в Константинополе перед редакцией газеты «Акоз». В Турции он всегда открыто говорил о геноциде против армян 1915 года. До убийства Грант Диньк был осужден по статье 301 Уголовного кодекса Турции, который предусматривает наказание за оскорбление турецкой нации. После убийства Динька по всей Турции прошли многотысячные демонстрации. Убийство достойного сына Западной Армении Гранта Динька стало очередным заговором Турции против армянского народа. Грант Диньк озвучивал проблемы армянства и турецкие преступления через редакцию «Акоз», что вызвало греф турецкого руководства, жертвой которого он и стал. Ковроделия – одно из древнейших и любимых ремесел армянского народа в Западной Армении. Карпет визали и пожилые, и молодые. В селах девушки с роднего возраста сидели перед торгом, и каждая из них вязала для себя приданное. Карпет имел большое значение в жизни людей. Он украшал квартиры и церкви, защищал людей от холода и использовался в качестве одежды. Ковры имели разные названия. Декоративные и цветовые решения сохранялись на протяжении веков. Орнаменты на ковре и карпете ассоциируются с другими отраслями армянского прикладного искусства. Самый простой и распространенный орнамент – треугольник. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok